Был такой аптекарь, который создал метод свой, универсальное лекарство, которое лечило многие болезни. И он был такой бескорыстный, что он обучал этому методу очень многих людей и все время мечтал только о том, чтобы его признали в официальной медицине. Но я вот все время забываю его имя и фамилию, был такой аптекарь, но помню же, но помню я его. Он обучал людей между сном и бодрствованием. Когда человек засыпает или когда просыпается в этот момент, делает себе самовнушение. И вот эту книжку этого аптекаря, потом он уже стал известный, когда его уже давно не было. А вся Европа и Америка обучалась этому по его методу. Он читал лекции, он был такой энтузиаст. Но Маша наша с собой в нашем Центре защиты от стресса как-то принесла эту книгу. Я сидел и слушал, она мне читала, смотри, как интересно, как интересно. Я слушал, слушал, слушал. И в какой-то момент так, видимо, заслушался, потому что там был такой текст удивительный. Ну, ты, например, съел кусочек хлеба, переживал, и как это происходит, и глотаешь слюну, и как это доходит до желудка. Ну, вот она читает, читает, и в какой-то момент я забылся, и раз, и меня как-то отпустило. Отпустило, я так удивился, думаю, что это произошло такое. Ну, я вот хотел об этом рассказать, потому что между сном и бодрствием, если делать самовнушение, то они работают. И люди излечивались от многих заболеваний. И вот посмотрите, какая интересная история. Я для того, чтобы рассказать об этом, что был такой аптекарь, поскольку я забываю все время его фамилию, я просто в гугле написал, был такой аптекарь, чтобы найти эту фамилию, но на всякий случай написал, был такой аптекарь. И ба-бах, выскакивает, и милькуе, и милькуе, это же удивительный был человек. Да, посмотрите в гугле, и милькуе, так самое интересное, что он обучал людей между сном и бодрствием, например, когда ты просыпаешься, или когда ты засыпаешь и переходишь в этот сон, или когда ты проснулся, еще не до конца проснулся, сделать себе самовнушение. И оно работает. Так вот, это между сном и бодрствием удивительная штука. Эта удивительная штука, она помогает не только лечиться, она помогает создавать себе целую программу на целый день. А в нашей школе человек будущего, хомо-футурус, мы обучаем этому нулевому состоянию между сном и бодрствием, не только между сном и бодрствием, а в любой момент жизни, чтобы он быстро получал этот ноль, и в этот момент себе создавал нужную установку, моментально, например, на творчество. Я себе в этом состоянии обычно говорю, сегодня вечером я сделаю изобретение. Да, не только лечиться можно, но можно себя настраивать на любую деятельность. А нам очень важно научить себя настраиваться на что ты хочешь. Да, это ключ к самовнушению. Итак, и Меркуей. Смотрите в гугле. До встречи, друзья.